Приветствую вас Анастасия. Я думаю, что начинать мой ответ вам имеет смысл в обращении вашего внимания на то, как вы в этой ситуации, в которой вы сейчас оказались, как вы в нее пришли, и чего вы хотите в будущем, потому как это две взаимосвязанные между собой истории, одна без которой, одна без другой не существует. Когда вы выходили замуж за мужчину старше вас на 6 лет, кстати, 6 лет не такой уж большой как бы отрыв, да, возраст. 6 лет, в принципе, это немного. Ну, понятно, что если в 21 год вы уходите, то разница в возрасте играет роль, но сейчас в возрасте особого значения, я думаю, не имеет. Но, когда вы выходили замуж, вы говорите, что я была молодая, наивная, вот, вы чего-то хотели, вам что-то было ну, вы к чему-то стремились, и когда вы заводили ребенком. В принципе, это было то же самое. То есть, вы точно так же, что вот хотели, вы точно так же к чему-то стремились, вы точно так же на что-то рассчитывали. И мне кажется, что важно разобраться в том, на чего вы хотели, потому что после прочтения вашего текста, после прочтения вашего текста, у меня складывается такое впечатление, что вы не привыкли жить для себя, что вы для себя жить в принципе не хотели, что вам вы сами неинтересны. Вот если обратите внимание, да, вы говорите про мужа, про то, что он не работает, ну, точнее, работает у них стабильно. Вы говорите про то, что пытались работать над отношениями. Кстати говоря, как и что конкретно вы делали. Но вы ничего не говорите про себя, вы говорите, что на меня давят, значит, не считаются с моим мнением. И, конечно, в качестве первой реакции на это появляется какая-то злость, вот какая-то такая агрессия, может быть, да. Ну, это, в принципе, вполне нормально. Эм, подобно, ну, вполне нормально, что подобная реакция появляется, подобная реакция имеет место быть, это вполне нормально, вот. Но, что, что за этим, как бы, стоит? Вот, что находится за, вот, тем, что с вашим мнением, как вы говорите, не считается. То есть это вот, ну, на мой взгляд, это достаточно важная история, достаточно важный момент, потому что получается, что вы выбрали себе такого человека, который не считается с вами, для которого ценностью, своей его ценностью, не является прислушиваться ко мнению, там, своей супруги, допустим, для которого является нормальным, там, ну, не знаю, кричать, толкаться, как вы говорите. То есть вы выбрали такого человека, это первое. И второе, вы поставили, вероятно, себя так, вы поставили себя так, в такую позицию, ну, вот, что человек вот к вам относится подобным образом. И мне думается, мне думается, что вот на это нужно обратить внимание. Обратить нужно внимание на то еще, какие отношения вы выстраивали с человеком, да, то есть что вас объединяет с мужчиной, вот, ну, с человеком, что вас объединяет, что вас связывает. Ну, там тоже достаточно такой важный момент, потому что, ну, есть полюс, да, есть полюс. Полюс можно представить, вот, такую типологию отношений, о которой я хочу сказать, можно представить, как разновидность забега. Вот есть забег на короткую дистанцию, на среднюю дистанцию и на дальнюю дистанцию. И, ну, вы понимаете, что забеги на вот эти дистанции, они, в принципе, равноценны. То есть, ну, это как с весом в спорте. Есть тяжеловес, есть, там, средний вес, есть легкий вес, там, суперлегкий вес, супертяжеловес, да. То есть, каждый, каждый, каждый в своем весе, да, он взимает достойное место. Вот, вот тот самый забег. И, соответственно, когда мы говорим про забег на короткую дистанцию, например, да, мы говорим про интенсивность, мы говорим про яркость, мы говорим про скорость, мы говорим про стремительность, мы говорим про динамичность, мы говорим про бросок, такой вот бросок, да, мы говорим. То есть, это очень яркая вспышка, невероятно яркая вспышка, но короткая. И, когда вот вспышка проходит, да, на очень короткой, и вот ее маленькая, минимальная абсолютно длительность, вот минимальность расстояния на забеге по короткой дистанции, является той платой, той ценой, которую человек, спортсмен платит за, вот, свою интенсивность, да, за свою скорость. Тогда как забеги на среднюю и дальнюю дистанцию, они более уже, они уже более спокойны, они менее динамичны, они менее интенсивны, они не риски, они делают упор на ритмику, в основном вот на ритмику делают упор, значит, забег на длинную дистанцию, да, вот. И, смотрите, какая штука. К каждому подходит что-то свое. То есть, каждый человек выбирает что-то свое для себя. Есть плюс, это короткий забег, средний забег или дальний забег, есть минус, это вот длительность расстояния, там все какие-то моменты. То есть, как бы, есть две стороны. Есть действие, выбор, есть ответственность. То есть, если я выбираю, там, короткую дистанцию, я не могу пробежать, там, допустим, долго. Если я выбираю дальнюю дистанцию, я должен, там, соблюдать дисциплину, ритмику, всякое такое. Вот. И, то же самое касается и отношений, если мы говорим про отношения. Вот, вопрос мой к вам, он такой, эм, как бы, взяли ли вы на себя ответственность за то, какие отношения вы выстраиваете? То есть, отдавали ли вы себе отсчет в том, какие, какая у вас ответственность, какая у вас расклада за те отношения, которые вы выстраиваете? И были ли вы к этому готовы? Что сделали, когда выяснили, что не готовы, судя по тому, что вы говорите? Вот. Это такой важный момент. То есть, я хочу, чтобы вы вот эту, вот эту мысль, да, чтобы вы ее постарались понять. Я понимаю, что у вас есть, как бы, претензии к мужчине, но, эм, большая вероятность в том, что изменились вы. Изменились вы, а у вас изменился какой-то приоритет, а мужчина остался приятным. И есть ощущение, что вы, ну, вот, вы зависим, там, если вы говорите, что мне тяжело, там, все такое, но при этом я не могу, как бы, ничего сделать, не могу уйти и так далее. Потому что вы не привыкли полагаться на себя, вы не привыкли доверять, доверять себе. Вы, вы, у вас отсутствует вектор, куда бы вы сами двигались. И вот правильно вам написал коллега Игорь Летучий, подумайте о том, что вы будете делать, если уйдете. То есть, там, уйти-то, в принципе, не проблема, вот. Важно уйти так, чтобы не вернуться потом. А вы вернетесь, вы вернетесь, если не обеспечите себе, вот, как раз, ну, какое-то вот направление, да, какой-то фундамент. И мне кажется, что, в первую очередь, вам нужно заботиться фундаментом психологическим. То есть, в первую очередь, заботиться фундаментом эмоциональным у вас, на мой взгляд, очень давящая атмосфера, очень давящая атмосфера. Вот, очень такая напрягающая атмосфера, я бы сказал. И вас это подавляет. Вас это, ну, как-то вот прибивает, можно сказать, к стене, да. И, конечно, это тяжело воспринимается, у вас нет сил, у вас нет сил что-то сделать. Из-за того, что нет личного пространства, где бы аккумулировалась бы энергия, где аккумулировался бы ресурс. И мне кажется, что, в первую очередь, вот, то, что может сделать для вас психолог, это вместе с вами создать некий такой, вот, буфер, да, подочку безопасности между вами, вашей психологической реальностью, психологическим пространством, ну, вашим психологическим пространством, личным и личным пространством и всем остальным миром. Это первое. И второе, это то, что вы не задаете вопрос, то есть вы, по сути, говорите, не знаю, как быть, что делать, да, как быть уже из этих отношений и быть счастливой, но, мне кажется, вы все в одну кучу здесь смешаете, потому что, если вы, понимаете, у вас же счастье никак не зависит от того, в отношениях вы или нет. Это первое. Второе, важнее, важнее какое-то для себя вообще понимание счастья, сформировать, потому что счастье это не выход из отношений, но счастье это и не нахождение в них. То есть счастье это немножко другое. И, что важно, в счастье человека, необязательной опцией является другой человек. Я вот скажу, наверное, такую тастологию немножко, но это будет звучать не очень красиво, не очень, скажем так, эстетично, да. Вот, но, тем не менее, для счастья человека, личного человека, для личного счастья человека, обязательно, необязательность, опции наличия другого человека. Да. Потому что в добротовом случае это не счастье, а зависимость. И вот, мне кажется, что вы здесь как-то вот... А у вас идет связь, да, мне кажется, у вас есть связь между тем, что вы счастливы и тем, что вы в отношениях. Буду думать, что отношения вас сделают несчастливыми. Это ошибка. На мой взгляд, то, что я увидел у вас в тексте, несчастный вас сделает как-то вот незаполненность, ненаполненность своей собственной жизнью. Несчастный делает вас принадлежность к вашей жизни мужу, сыну, зависимость от них. И, как бы, вот факт зависимости, он становится возможным не только потому, что, например, у вас занижена там самооценка, вы не уверены в себе. И ваши представления о самой себе же достаточно, допустим, инертны. Вот. Ну и потому, что, собственно, нервы, а ради чего? То есть, понимаете, вы хотите быть счастливой, это ваша цель. Но что такое счастье? Что конкретно для вас является счастьем? Что конкретно может быть счастьем для человека, если не другой человек? Из чего это счастье состоит? Вот. С чем нужно разбираться? Понимаете? То есть, не только решать внутренние конфликты, которые приводят вас к тому, чтобы оказаться в этой ситуации, но и давать необходимый ресурс себе, необходимый ресурс и направление для того, чтобы, ну, чтобы заменять. Чтобы заменять негативную позицию в позитивной позиции. Потому что святое место просто не бывает. В психической реальности человека этих вот таких пустых мест, ну, практически не существует. А если такое место появляется, то человек себя очень некомфортно чувствует и абсолютно естественно и нормально, что он себя подобным образом ощущает. Вот. Поэтому здесь все не так просто. Мне кажется, вы очень взрыванные движения делаете в своей, опять же, психологической реальности. Вот. Крайне пренебрежительно, грубо относитесь к своему психическому здоровью, психологическому, точнее, здоровью. Вот. И мне кажется, что в первую очередь нужно научиться слышать себя, свои чувства, пробовать делать какие-то шаги, ошибки, учиться неконфликтному общению, набирать какой-то ресурс. А дальше уже смотреть, что вы будете делать. И, может быть, вам и обходить это отношение не придется, изменить свое поведение. Вы сможете изменить поведение вашего мужа. И, кто знает, может быть, у вас все еще будет хорошо. Но основная мысль здесь, которую вам нужно принять, это то, что какое-то время ваше развитие будет проходить в семье, ваше развитие будет проходить именно с мужем. И воспринимать это нужно именно как проверку, ну, вашу проверку на устойчивость, на самостоятельность. Не нужно думать, пожалуйста, что вам достаточно просто выйти из отношений и все, вы будете счастливы. Нет, нет, нет. И еще раз, нет, это так не работает. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok